Работа этих людей напрямую связана с риском для жизни. В любую минуту бойцы ОМОНа должны быть готовы отправиться туда, где ситуация вышла из-под контроля. Охрана общественного порядка, задержание опасных преступников, освобождение заложников – все это входит в работу ОМОНа. Он входит у нас в состав Росгвардии. На протяжении 24 лет бойцы отряда показывали очень хорошие результаты. Сейчас многие из них находятся на Северном Кавказе, выполняя свой патриотический долг. В числе повседневных обязанностей бойцов – многочасовые тренировки, стрельба, спортзал, плавание, занятия под люду и рукопашному бою. Физподготовка даже в свой профессиональный праздник. Сегодня бойцы пробежали 5 километров в полном обмундировании, а сразу после финиша – на огневой рубеж. Подготовку у владимирских бойцов не раз отмечали на государственном уровне. В копилке наших сотрудников сотни наград, в том числе за спортивные достижения. Павел недавно вернулся с чемпионата ЦФО под дзюдо. Наш боец завоевал бронзовую медаль. Говорить о своих достижениях Павел не любит. Уверен, в ОМОНе не существует личных побед. Успех подразделения прежде всего зависит от сплоченности и атмосферы в команде. Взаимоотношения у нас всегда положительные. Все друг к другу относятся хорошо. Если что-то не так, друг другу поможем, подскажем. В этом и вся сила отряда. Сплоченность любого коллектива зависит от командира. Владимирский ОМОН вот уже более 20 лет возглавляет Николай Шитов. Все эти года он работает в одной связке со своими ребятами. Вот и сегодня он дал бойцам фору на марш-броске. Его результат – один из лучших. Если сидеть в кабинете, то это одно. К нему командиру смотрят. Если ты показываешь, что ты можешь, тогда ты можешь спросить с личного состава. Это другое уже. Также поэтому в своем, как говорят, возрастном центре я могу стрелять, прыгать, скакать. Ну и плавнее, все остальное до сих пор. Я не чувствую тот возраст, который у меня есть. Несут службу в Владимирском ОМОНИ и представительница прекрасного пола. Людмила Геннадьевна – ветеран боевых действий. При этом по образованию она учитель русского языка и литературы. Но по жизненным обстоятельствам, по специальности женщина не проработала и дня. В ее послуженном списке неоднократные командировки в горячей точке. Сегодня в ОМОНИ она занимается делопроизводством. Несмотря на то, что работа ее не связана с силовыми действиями, она наравне с мужчинами ежедневно тренируется и сдает нормативы. В полиции и вообще в органах нет слова «женщина». Есть сотрудник Росгвардии сейчас. Тем более в спецподразделении. У нас такие же нормативы, как у них. Все то же самое. Все делаем так же, как и они. После тренировки сегодня состоялось торжественное построение сотрудников Владимирского ОМОНа. Это тоже одна из традиций праздника. Сотрудников подразделения награждают почетными грамотами и просто говорят спасибо за то, что каждый день они рискуют своей жизнью ради мира и порядка в нашей стране. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!